и в общем готов ответить на вопросы но смотрите вариантов поведения исходя из законодательства несколько первый самый дешевый бесплатно ничего не делать тогда все так и останется второй вариант это требовать замена объекта поскольку такой дефект делает объект недвижимости не пригодна для проживания соответственно цели с которого заключали договор не достигнуты и в общем это не то что вы покупали есть основание замены объекта исходя из закон защиты потребителей и 214 федерального закона одолевом участие третий вариант это предъявить все предлагаем к такому нарушению прав дольщика неустойки пение и сумму взыскать то есть фактически вы расторгаете договор требуете вернуть деньги требуете вернуть неустойку которая начисляется с момента заключения договора требуете допустим убытки в виде разницы стоимости квартиры на момент заключения договора текущей стоимостью требуете 50 процентов штрафа от всей этой суммы которая перечисла до этого требует судебные расходы в общем претензии я на сайте на своем разместил там целый перечень чего требуется по предварительным подсчетам стоимость квартиры есть составляет там 4 миллиона то можно просить примерно 8 с одной стороны это выгодно но с другой стороны надо учитывать что эта сумма она рассчитывается сходя из закона стопроцентного удовлетворения требуемыми судами не встречается в принципе то есть суды как-то тоже более-менее гуманно относятся к застройщикам и подрезают эти суммы чего можно делать ну естественно зачем просить меньше если можно сказать больше просим по максимуму что предусмотрено законом а суд уже там исходя из своего чувства справедливости и понимание происходящего как бы определяет четкой формулы суд решения сюда не напишет запишет 300 тысяч рублей там вот зачем почему почему настолько меньше никто мы еще как дождем нет но у нас могут быть гости просить стране вот устранение дефект это вообще вопрос потрясающий поскольку методики устранения аммиака из клетона не придумали до сих пор несмотря на то что я с этим уже не первые пять лет сталкиваюсь сужусь ни один эксперт не сказал что есть проверенная и как бы приносящая пользу методика по устранению этого мягко многие застройщики пробовали там наносить на стены спецсоставы вымачивать выпаривать ну один из самых эффективных способов был это покрытие ну не ну грубо говоря как обоями заклеить стены но минус еще мы захотели повесить полку сделали дырку через эту дырку все прелести начали вытекать захотели сделать розетку дырка еще больше и в общем любая деформация по слою она приводит к тому что это все эффективность свою сильно теряет мы в ряде экспертиз разбирали то есть мы доходили до того что мы выпиливали керна из-за пола потолка стен и так далее и эксперт разбирали по слоям этот керн выпиленный кусок во всех случаях это был бетон да даже если это стяжка понимаете снять стяжку со всей площади а с учетом того что сочетовая отделка как я понимаю это еще то развлечение как бы это во-первых время во вторых насколько аммиак мог при контакте двух плоскостей перейти в ту плоскость которая из бетона под этой стяжкой тоже вопрос и я боюсь что никто из экспертов не ответит они могут сказать что есть в составе вещества аммиака линия но допустим экспериментальный путь как мы делали мы забирали несколько кернов там буквально была ситуация что один керн на расстоянии от другого порядка двух метров и разница в концентрации аммиака была существенно разы было разница в концентрации которые они как это получалось когда бетон в принципе ну как жидкость заливается форму и она затвердевает я не понимаю то есть может быть бетон как-то был не знаю перемешан плохо хотя его везут в этих вертушках они мешаются если не мешать там выковыривать его придется он еще в машине начнет вставать на общем странная история с этим аммиаком она с этом да я несколько квартир у них в общем проблемах таких но во всех случаях они поменяли объект но скажите пожалуйста да скажите пожалуйста если ипотечная квартира мы то есть завязаны с ипотекой как замена квартиры тогда будет происходить в принципе законодательство позволяет все что угодно делать при наличии согласия залогодержателя залогодержатель это ваш банк в такой ситуации думаю нелогично будет банка банку заставлять вас владеть объектом которым вы пользоваться не можете потому что воздействовать на банк вы можете просто прекратив платежи они сразу хотят с вами чего-то решать но это все юридически совершенно спокойно можно решить застройщик возвращает вам кредитные деньги вы кидаете на счет банка банк закрывает кредит вы выплачено забираете с собой ну плюс там бонус которого причитаются как потребителю и дольщику и на эти остатки берете новый ипотечный кредит новую квартиру вот примерно это была льготная ипотека сейчас такого процента уже нет но можно посчитать вот эти убытки которые вы понесете в связи с получением нового кредита обосновать из математики это все можно как в таком случае поведет себя суд ну как бы я стопроцентную гарантию не скажу но в принципе совершенно логично вот эти вот разница в кредитных условиях будет формировать ваши убытки как бы вы теоретически можете предъявить на данный момент или подождать еще время и предъявить еще раз когда вы реально понесете эти убытки то есть у вас будут платежи которые совершены и они смогут составлять какую-то сумму и посчитать разницу между вашими платежами по льготной ипотеке и по неимпотной но вы вполне можете заменять но там уже как были большие и просто тепло другую секция другом доме который будет заражен условно а у нас такой ситуации жека жека а жека то есть у нас просто как бы если все дома как бы аммиачные у нас здесь вот им жека уже альтернативно не предложат а все остальные но во-первых с этого строят к счастью не один пункт за счет своего банка квартиры они могут предложить квартиры и в другом объекте во вторых всегда остается способ выйти в деньги и взять за эти деньги любой объект недвижимости который продается но естественно вот эта сумма разницы между вашей покупкой и текущей стоимостью объекта ну без учета аммиака да как бы он стоил без этого дефекта это ваши убытки в состоянии потребуется застройщика компенсации смысле идут на эту у них вариантов скорее законодательства их можно настоятельно попросить посуду это сделать но смотрите тут все зависит от того что вы хотите дальше делать если вы хотите менять объект смысла в этом нету если вы хотите судиться расторгать договор смысла в этом тоже нету поэтому но есть только вы первый вариант выбираете которыми говорим ничего не делать ну да можно оформить право собственности банку это важно есть собственность или нет но насколько я помню банки предпочитают готовые объекты и от саде объекта стройкой или вторичное жилье зависит процент на ставку которую они хотят по кредитам поэтому как для вас это выгодно в первую очередь банку но у них неликвидный объект можете считать если вы решаете эту проблему у них неликвидный объект с баланса исчезает и в принципе значительно веселить нет можете просто здесь возникает вопрос вот вы знаете об этом дефекте вы покупателю это сообщать собирается надо сообщать соответственно как будет это влиять на цену это уменьшит стоимость очевидно соответственно еще должен найтись такой отважный человек который на ваше место влезет если вы скрываете этот дефект зная об этом человек узнает об этом после сделки это основание для расторжения сделки и соответственно предъявление вам каких-то убытков там расходов и прочее поэтому история мудно вы сейчас в общем ну можно считать знаете наличие дефекта и тут уж каждый сам решает у меня были клиенты которые тоже терзались таким сомнению либо втихаря продать либо нет но они в итоге решили что будут они судиться и не будут кому-то устраивать приключения с этим застройщиком и решать то что через полгода что в принципе вот с момента как вы будет документ о том что узнали что у вас есть такой дефект у вас есть три года для того чтобы реагировать срок исковой давности у вас пойдет по дефектам у нас по застал по долевке пять лет гарантийный срок но здесь опять же таки вопрос когда вы об этом узнал если вы сейчас заказываете экспертизу и это экспертиза где-то всплывет у вас считаете зафиксирован срок когда вы узнали о том что у вас есть такой дефект а смысл распорядка вообще как я понимаю нас больше плана был то что чтобы добиться какой-то какого-то ответа экспертизы вообще застройщика чтобы он проверил или сказал вообще в чем-то причина там условно если это в отделке то мы могли бы вы сохранить недвижимость но получается просто потребуется исправить этот дефект если понятно что это уже в бетоне то это уже не пригодны для жилья по поводу устранения дефект я уже сказал своему методике не научно но мягко от этого не исчезнет если они будут продавать помещение плюс вы не забывайте что на разных этажах разное давление насколько сильно это будет эффективно там я видел застройщик которые там дорогостоящие системы дольщика мы устанавливаем и так далее но я в судьбу их здоровья дальнейшем не знаю честно то есть они с монитором ушли и не как бы что там и как может поможете по предыдущему как-то по концентрации потому что у нас сейчас очень жаркие споры насчет того что считается ли эта концентрация сейчас нормально и за работу спамы это снизится либо это уже ненормально то есть за время то что я судился в квартиру концентрация снижалась она снижалась только когда застройщик пытался выветривать эти помещения потому что по условиям проведения экспертизы квартира надо не должна проветриваться до четыре часа до забора я думаю именно таким образом у вас некоторые экспертизы были проведены а потому что мне уже принесли пакет документов который один одно заключение говорит о том что все в порядке другое заключение говорит что не то есть фактически но похоже очень на то я пока не такому выводу пришел что перед приемкой и замерами застройщик выветрил помещение а потом когда дольщик все окна закрыл и подержал закрытом состоянии концентрации увеличилось смотрите по законам достаточно превышение норматива хотя бы на 0 0 1 все остальное это в пользу бедных там я встречал там 18 раз превышение там в 120 раз это там вообще противогазе надо подходить на одну из экспертиз сами постояли просто постояли несколько часов пока эксперты возились мы все вышли на свежий воздух потому что нам плохо стало ну вот у нас как раз такой проблемой я не скажу что совсем нет но вот декий запах от которого можно находиться по отзывам у одного жильца остальные в принципе запаха не ощущать мы бы его наверное так и не заметили ну смотрите ощущение ощущение носом запаха это уже очень большая концентрация это в разы больше чем допустимая норма потому что чувствительность носа она ну несколько хуже чем прибора и у нас слава богу нормативы снипы предусматривают значительно меньшую концентрацию которая считается допустимой поэтому если вы чувствуете запах носом то это гарантирует на превышение существенно то есть нам достаточно будет той экспертизы которую мы провели просто замер аммиака содержание аммиака в воздухе и не делать еще анализ допустим бетона стяжки и прочего достаточно для чего для претензии в том числе если вы уверены что аммиак есть можно вообще никакое заключение не делать а для суда для суда в любом случае понадобится делать судебную экспертизу все экспертизы которые сделаны вне суда для суда не сильный аргумент потому что потому что судебная экспертиза это особый порядок это предупреждение эксперта об уголовной ответственности сейчас вы вот эту экспертизу получаете за эти цифры фактически никто не отвечает поэтому вам спокойно могут написать что все окей и как бы и все вы уйдете с чистой совестью что вам повезло а по факту эксперт который отвечает несет уголовную ответственность за свои действия и за предоставление суду этих сведений он естественно имеет совершенно другой подход и имеет полный доступ к делу он понимает о чем идет история и в общем пишет заключение с вообще говорят что лучше как досудебно пытаться уладить или нет ну смотрите как это говорится всегда лучше чем судиться это понятно потому что суд мероприятие долгое затратное и так далее с учетом пандемийных наших этих приколов мы вообще получаем документы почта россии почта россии еще то заведение которое вот нам допустим буквально неделю назад у нас судебная корреспонденция лежит 7 дней на почте если ты не пришел тебе отправляют ее обратно в суд мы ждали в месяц решения суда они принесли на седьмой день извещения что седьмой день сегодня истекает и отправили обратно вот как бы история с текущим у нас сообщением с судами а вот паук то они все-таки пытаются досудебно улавить сирене ну понимаете вот я боюсь что предыдущий опыт может быть не очень сейчас полезен потому что когда к ним обращаются единицы это одна история а когда к ним придет человек 900 как бы это совершенно другой бюджет и соответственно тактика компании может поменяться потому что это серьезная сумма коммерческие компании судится за деньги очень простым способом если должны деньги у тебя задача как можно больше и как можно быстрее их получить а если ты должен деньги у тебя задача как можно дольше и как можно меньше их отдать поэтому здесь как бы как они будут себя вести предстоит только проверить как значит первое претензии я на сайт кидал я не знаю достался или нет в общем ссылку могу кинуть значит я написал претензию вчера вечером направляем претензию направление претензии осуществляется всего несколькими путями либо это почта россии вот либо это ногами прийти в офис и вручить чтобы осталась отметка на втором экземпляре претензии о том что они получили какого числа номер подпись и расшифровка подписи кто это был вообще потому что просто закорючка от нее потом можно отмекаться что мы не знаем кто это был кому там в поле нашей компании вручили претензии как бы ваши правила соответственно после претензии но я написал претензию что мы хотим переговорить потому что в рамках переговоров можно обсудить все что угодно а если переговоры происходят значит общаемся говорим что вот вам светит большая сумма мы хотим договориться по-быстрому потому что либо менять объект на тот который нас устроит либо давайте деньги если это все не прокатывает ну прямая дорога в сутки претензии на одной галлюцины нет лучше как раз индивидуал потому что денежные вопросы вам все вместе решать не пора ну да да и в любом случае я не думаю что они прям конференц-фолк для вас для всех организуют количество сотрудников выделить чтобы с вами всеми одновременно общаться это административные вещи проще конечно общаться по одному срок ответы ну вообще по потребителям 10 дней это уж у кого как в голову придет по АГК 30 дней по потребителям 10 дней ну нормально компания ответит быстрее потому что понятно что ситуация напрягает вопрос не 3 рублей но совершенно логично понимаешь что человек как бы уже там скипятился а если это дело заходи сюда слиться в девушке в прописке в районе или какие-то не застрочные есть традиции ну во первых если говорить о месте нахождения не отвечу как то наверное там отвечу частенько судится и скорее всего там какие-то неформальные отношения но если бы я пачку дела управлял я бы наверное предпочел судиться в одном суде потому что переходить из кабинета в кабинет значительно удобнее чем по всему городу имитация ну это чисто практическая вещь так ну конечно разбросать по городу но вопрос каких-то договоренностей сложнее ну можно и другой регион в принципе можно вообще любой регион выбрать есть методики привлечь еще одного ответчика у нас есть и подается по местонахождению одного из ответчиков и пожалуйста хотите хоть чуть не судить но если вам полностью перешли права на объект никаких сложностей это не должно составлять вы же стали фактически таким же дольщиком какой был до вас а вот я по рассрочке приобретал и они вообще не хотели пускать меня там в квартиру или вы принимаете там подписывать акт приемки либо мы вас пока не пускаем ну и сейчас они могут сказать вы никто что вы там подождите вы денег до сих пор не доплатили ну естественно вы уже знаете что у вас дефективный объект вы по акту приняли объект по акту да и по договору я должен его заселить ну все у вас все права есть чтобы судить смотрите возврат по различной стоимости условно например если я занимаюсь этим сейчас если я буду жду каких-то времен через год их не происходит когда судят тогда и цену определяете вообще оценку делают обычно ну правильно сделать в рамках суда то есть вы на предварительное заседание сходили а у вас допустим при подаче есть какая-то минимальная стоимость заявленная в рамках суда уже делайте оценку чтобы поближе к моменту вынесения решения можно даже после экспертизы на аммиак сделать оценку там оценщики делают там 3-5 дней отчет об оценке на основании этого отчета об оценке вы увеличили свои требования уже под решением суда вот я не совсем понимаю то есть если грубо говоря это уже все знают что там аммиак у него уже там различные стоимости спадает или она наоборот это никак не падает рыночная стоимость определяется без учета дефектов потому что в идеальной жизни вы должны были получать нормальные без аммиак во время все сколько может занять ну суд с учетом экспертизы может занять не менее 8 месяцев а вот вот ошибать деньги я думаю будет попроще у них компания взрослая денежная в принципе они должны нормально отдать деньги но здесь опять же таки вопрос если 900 человек придут с деньгами может им заплохить поэтому есть разница как можно быстрее если чуть раньше чем 900 человек претензии ну я бы поторопился если вы выбираете путь возврата денег я бы поторопился но в принципе с этого достаточно крупная компания у них есть ресурсы для того чтобы перекритовываться наверняка они в каких-то госконтрактах участвовать чтобы привлекать деньги допустим Дальпетерского миллиардных контрактов напрягаются по поводу неустойки дольщиков но деньги это деньги и вы копеек компании как они активно смогут это отдавать я не знаю но у них брендированная компания поэтому если ее в руках захотят завалить то тут будет понятно что со всем холдингом что-то нехорошее происходит а гендиректор я вчера смотрел гендиректор еще все компании поэтому вряд ли они захотят на субсидиарную ответственность подставлять к тому же кто-то может нет они могут делать все что угодно только надо учитывать что доступом вы обеспечиваете цифр экспертизы не пускать элементарно в квартиру и на этом экспертиза закончится как раз дело о том что дольщица не пускала экспертизу после педали и судна сам не пускала потому что она не пускала после педали согласовывают с вами и вы захотите пускайте вы же путите наверное если захотите они не смогут проветривать как мы говорили экспертизы проводятся только в себе не а можно еще про неустойку по суммам которые можно допустим попросить и реально получить допустим процент от стоимости квартиры про сумму я могу сказать только когда увижу какие суммы вы внесли потому что неустойка напрямую зависит например моя квартира стоила 13 миллионов могу посоветовать простой способ определить неустойку в яндексе вбиваете неустойку по 214 фазе вам выдается калькулятор вы туда вбиваете свою сумму датой начала исчисления неустойки ставите дату заключения вашего договора и дату окончания расчета неустойки сегодняшнее число соответственно а именно договоры или акт приема передачи договоры то есть если строительство они тоже оплачивают должны оплатить будут поэтому если вы предъявляете там они в восторге точно будут от вашей претензии то есть это договоры именно до любого участка то есть если у меня переустовка я не свой где я фигурирую договор до любого участка потому что отношения по поводу квартиры начались с договора долевого участка и такая же ситуация относится и к тому что если допустим уступка была чуть дороже все равно договор долевого участка потому что это именно те деньги которые получил застройщик а то что вы заплатили за уступку это получил дольщик за уступку а дольщик афилированное лицо с застройщиком да вообще главное что вам права перешли и требования на эту квартиру и что она проплачена и все остальное кто это как он там проценты по ипотеке это ваши убытки потому что если бы застройщик вас так не подвел вы бы нанесли эти вещи мы кстати в верховом суде соберись по этой теме но по убыткам и в принципе сейчас хорошая практика это тоже составляет сумма убытков вы сейчас вы сейчас не можете жить в этой квартире поскольку она непригодна для проживания вы должны снимать квартиру то больше сейчас это месяц получается как бы июля не ну понятно я имею в виду что если на нынешнее число ты взять претензию то ну там все-таки лишние там 20-30 тысяч там приликнут на мороженое точно скажите а претензию так все-таки лучше составлять с помощью юрист или самостоятельно вы значит претензию можете просто заполнить взяв образец на моем сайте это как бы на вашем сайте я уже составил с помощью юристов ну я не знаю там как вам кидать могу сайт показать могу ну вот на визитке сайт написано там на форуме я сегодня тему создавал как раз можно взять да конечно много у меня еще короткие значит не обязательно сейчас к вам нет я постарался чтобы ко мне как можно меньше приходило вот поэтому не проблем сейчас технологии позволяют что там все-таки есть разведление что требовать что просить претензии там все хорошо но я бы приходил с адвокатом ну и юристом соответственно потому что будет вас лечить застройщик или нет по поводу ваших прав я не знаю вот и как бы надо реальности соотношения предложений с действующим законодательством оценивать то есть на какие-то уступки можно пойти какие-то уступки там забудут они предложить убытки какой-нибудь вид убытков заметите вы это или нет как бы вопрос взять замену объектов можно произвести только среди своих объектов нет никто не запрещает взять объект с рынка недвижимости и сказать вот берите юридически это возможно но просто повод ли они этим занимаются вполне в рамках переговоров вы можете предложить все что угодно хоть вам слану вместо квартиры купить цены у вас подходящие получается что у них сейчас по-моему нет объектов которые прямо сейчас они могут нахренеть квартиры но к этому надо быть тоже готовы что как бы у них не это самое не целый шкаф набитый квартирами просто не могут предложить вот вы тут прилипли с этой квартирой давайте мы вам дадим квартиру которая через полгода задается это тоже одно из решений которое принимать или не принимать ваше право не обязаны соглашаться на первое предложение которое получите застройщик это как бы устроит вас кто-то может полгода перебиться где-то на съемном жиле у родственников кто-то не может кому-то нужно прямо сейчас поэтому все свои планы строят на жизнь по-своему и как бы у всех разные обстоятельства нормальный вопрос такой а тут как все-таки я даю претензию и говорю то что вот так и так вот они и застройщик ко мне приходит ну условно говоря на переговоры предлагаю варианты или я подаю претензию и перечисляю варианты которые меня устроят и про застройщик говорит будет он ну значит смотрите во первых вряд ли они к вам придут скорее всего придете вы во вторых в претензии перечислены чего можно хотеть исходя из закона а что предложат вам в обмен на это требование застройщик это как бы отдельная история тут как бы у них есть возможность предлагать все что угодно чтобы вы согласились если вы не соглашаете значит у вас вариант судебный все равно остается и вправе пойти и не судиться но знаете у меня было одно дело на человека напрыгнул катер когда он был на лобке ему переломали там очень много всего и компенсация составила 500 тысяч рублей и суды у нас конечно стараются увеличивать эти суммы но рассчитывать на то что он как в америке выплатят миллионы долларов неправильно то есть я так оцениваю что ну при такой истории с учетом суммы как бы внесенных денег но за 200 тысяч ты не уйдешь вообще никак за 200 тысяч а не уходишь хотя там всяким звездам этим кто-то в кого-то плюнуло миллионы прислуживают но это за счет публичности скорее чем за счет реального мнения судьбы но это одна из позиций вы же понимаете что заставить их прийти там с кнутом пишите ответ как бы никто не будет этого делать да я знаю застройщика который просто в принципе я там служу с ними десятки лет ну не по одному делаю ну ни одного ответа на претензию я не разумею просто ни одного это вот позиция ну я не буду сейчас тут мы еще записываем нехороший заставщик так а что вот мы пишем претензию отправляем отдаем ее ногами приносим в сеттл и они нам не отвечают и что нам в этом случае делать исполнять свою угрозу что делать если ваша угроза не реагирует суд подавать уже тогда у нас приговоры всегда силовые и с угрозами суд подавать да возможно после подачи иска у них настроение поменяется а возможно не поменяется за вынесение решения ну понятно я не гадалка что бы там предсказать почему варианты поведения я могу сказать вы сказать претензию лучше по отдельности обсудите вместе или по отдельности суд по той же причине записывать на видео не буду но я вам потом объясню почему лучше не подавать тема интересная коллективных исков я с удовольствием это исполню если у кого-то будет настоятельное желание после моих объяснений но я бы не рекомендовал я бы не вписался в такое дело меньше чем за сколько еще тут конечно надо посмотреть сколько 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 еще раз еще раз у меня пропадает связь очень своевременно 100 тысяч рублей спасибо что а экспертизу уже кто-то платит не всегда скорее всего страны заявляющие экспертизу потребуется оплата здесь можно попытаться свалить все на застройщика сказать что потребители это их косяк в общем они должны оплачивать но иногда это не прокатывает и нужно быть готовым к оплате экспертизы порядка 40 тысяч эта сумма компенсируется в итоге судом взыскивается с застройщика вот по экспертизам там ну отдельная история можно как бы понудить ответчика этим заниматься но по общим правилам ГПК гражданского процессуального кодекса у нас бремя доказывания лежит на ИСЦ то есть если вы говорите что вот они совершили такую ошибку докажите исходя из закон о защите прав потребителей вроде как у вас есть право требовать чтобы они провели экспертизу поэтому здесь как бы такая интересная история а еще вопрос скажите пожалуйста если дело доходит до суда личное присутствие необходимо будет значит личное присутствие при наличии адвоката в процессе со всеми полномочиями личное присутствие не необходимо иногда я рекомендую самому ИСЦУ хотя бы один раз появиться в заседании потому что суд видя что это за человек и как бы входя с человеком какой-то личный контакт может по-другому реагировать на ситуацию ну представься суд суд одни бумаги на столе а тут приходит женщина с грудным ребенком кормит его грудью в процессе и говорит меня вот кинули и негде жить такие ситуации у нас есть не ну я не призываю идти в суд с ребенком но как бы я просто пример привел что как бы иногда эмоциональный контакт так подарок отлично может как бы принести пользу для процесса ну вот это да это как бы это можно как аргумент использовать как раз с точки зрения морального вреда претензии как бы как писать претензии будете в общем человек который это будет писать должен об этом ну естественно можно можно взять заключение врача в том что человек является автоматиком ну да можно предложить но претензии я думаю медицина то можно не прикладывать можно указать что вы ребята издеваетесь над больным человеком и так далее чтобы они зону ну как бы меры своей ответственности понимали чтобы они не предлагали вам квартиру на этаж вышли там сейчас предполагают что освободится на количество квартир они могут захотеть сделать простую вещь там вы отсюда выезжаете наверх заезжаете ну понимаете да то есть предложить вам в том же комплексе с теми же самым проблемами может проблем будет чуть поменьше там поменьше концентрация но как бы это один из вариантов решения для них если нам предлагают квартиру в том же ЖК я бы вообще в принципе если вам предлагают квартиру застройщик который уже пропах что называется без экспертизы новой квартиры на новую квартиру не соглашался то есть сразу на переговорах ставить условие что ребята готовы рассмотреть любые варианты но мы пригласим эксперта который проведет экспертизу по жилью мне уже принесли экспертизы и там все у вас прекрасно ну я сейчас могу ковыряться начать просто займет в смысле по жилью по квартире мне уже принесли что там 0,1 а 0,2 допустимая норма у вас все прекрасно такое заключение тут тут вопрос в чем знал ли эксперт о том что с квартирой происходило до экспертизы потому что как я уже говорил раньше 24 часа должно но помещение закрыто но возможно ситуация когда помещение окна перед экспертом закрыли он пришел по мере свежий воздух все прекрасно чего например мы проводили у нас частный случай был закрывали на сутки на 12 часов у нас были показания 0,25 вот но это разовое 0,25 это уже выше чем норма по нормативам 24 часа должно быть помещение закрыто поэтому возможно там концентрация даже больше чем 0,25 вот мы сейчас разово замерили у нас есть еще среднесуточные которые среднесуточные мериться с интервалом в 6 часов насколько я помню и эксперты там проводят очень большое количество времени они измеряются при обычных условиях жизни но квартиру для экспертизы никак не готовят единственное что она должна быть закрыта 24 часа ну да то есть фактически это один и тот же замер только в 6 раз исполнены потому что в зависимости от светового дня и нагрева воздуха эти параметры могут хлебаться то есть если она допустим 0,5 разовая то скорее всего среднесуточная она будет такая же примерно вот у меня таких изысканий нету к сожалению но если разовая 0,5 то надо полагать что среднесуточная будет не меньше они грубо говоря между замерами там не открывают окна потому что я как вы лежите там просто открываю окна я лежу постоянно закрыт а вы уже живете да? да мы уже вот заехали ну как самочувствие да на самом деле прекрасно но сейчас просто такая жара тут плохо даже нету от самих новостей от духоты сколько вы сказали у вас 0,20? 0,25 а у меня один запятая там сколько-то поэтому давайте превышением мериться будем сейчас я я не могу там находиться а ну вы знаете ну поначалу когда эта тема появлялась у застройщика была версия что работяги в лимболах спускаться они писали в угол типа мочевина она пахнет мяком и так далее но когда внутри бетона обнаруживают по экспертизе ну как бы джигасит работе кислотой они приходят без вариантов просто мне тут тоже как я сюда приемщик сказал я даже не понял не мочевина мочевина моча когда выпаривается концентрация мочевина увеличивается действительно может быть такой эффект как бы там все строительные бригады ходить долго я понимаю но поэтому я и отвечаю на ваши вопросы потому что я бы не хотел чтобы вы не понимая во что вы вписываетесь принято решение потому что моя на самом деле задача объяснить какие варианты есть какие плюсы и минусы у каждого из вариантов чтобы вы приняли решение и прочее как вариант но если это будет я кстати вот такой вариант вы назвали его как деньги насколько это выгодно потребителям все таки в этих условиях все дорожает может быть все таки этот вариант да у нас есть еще свет не может включить я просто забыл насколько выгодно что насколько это приемлемо в этих условиях все дорожает все таки опять менять на деньги но смотрите деньги хранить в кубышке как бы естественно невыгодно они просто портятся у вас есть какие варианты либо закупиться валютой либо купить другой объект и все это надо делать оперативно потому что что там выборы нам грядущие несут но если у вас ценник в два раза увеличится ну смотрите у меня будут цифры ваши я готов вам рассчитать сколько можно попросить я не гарантирую что суд именно столько и взыщет но сумма будет сопоставить а вот кстати говорят что надо вот эту сумму еще насколько это умножить потому что все равно отнимут и разделить на в судах разделяем поэтому мы должны умножать это правда или нет нет ну чтобы что-то умножать в свои требования должны быть основания 50% штраф как потребитель вам полагается то есть если вы взыскиваете там 4 миллиона которые внесли застройщику вам еще два сверху добавят это уже 6 по закону в принципе автоматически но если вы высказки не укажете об этом могут забыть вот я бы не забыл штраф будет считаться от суммы которая взыскивается вся сумма которая вам будет взыскана судом от нее 50% и сверху 50% да да вообще все ну если эту претензию которую я написал будет использовать там это уже упас ну мы там угрожаем суду поэтому что он будет просить суде мы можем перечислить пожалуйста а по стоимости присутствия адвоката сколько будет вот на переговорах с компанией ну смотрите у меня вчера задавали этот вопрос я говорил что претензию я напишу за пять тысяч и за пять тысяч еще на переговорах вынесу да это индивидуально с каждым вот поэтому в итоге полный пакет десять тысяч если говорить о судебном порядке в принципе мы можем помочь найти объект недвижимости который на рынке продается и оформить все что угодно с недвижимость не можем сделать хоть пароход купить ну слушайте во первых нам надо понимать вторичка долевка в какую стоимость объект искать и так далее то есть я вот с недвижкой хотите там катя должна сидеть можете у нее спросить она прямо онлайн скажет а вот просто немного не моя тема я по судам развлекаюсь она с недвижимостью по вашему опыту застройщик размещает мы через суд стоимость квартиры пораньше на цене а сейчас надо стоит так а какие варианты если суд молодком хлопну вариантов нет нет вообще суд когда режет вот эти все проценты истец получает сумму но у меня вот все аммиачные дела которые были все как бы люди которые расторгали договоры просили денег они все купили объекты недвижимости которые устроили там по площади чуть больше чуть прекрасней там с другим видом из окна но в общем по факту они улучшили свои условия в сравнении с тем на что они вписались по договору долю общества кто-то взял примерно такой же объект и денежку оставил на свои какие-то цели ремонт делать ну в общем подождите по поводу закладной закладная у нас ценная бумага она нужна для того чтобы кредитное обязательство передавалось от одного лица другого путем заполнения передаточной надписи соответственно если вы собираетесь гасить кредит то закладная вам вообще не нужна у вас просто потом будет проблема потому что банк получит эту закладную отправить куда-нибудь там в регион в депозитарий и для того чтобы закрыть отношения с банком вам нужно будет вернуть эту закладную обратно в Росреестр чтобы закрыть все эти обязательства финансовые и в общем я бы не оформлял просто сейчас закладную если вы собираетесь расторгать договор у вас объект недвижимости по-любому меняется если вы отказываетесь да вы получаете другой объект или этот просто расторгаете договор и забираете деньги то есть это обязательство оно прекращается потому что застройщик вам просто так деньги ну то есть я знаю случаи когда застройщик отсыпал денег мимо банка но обычно застройщик вот эти кредитные деньги кидает прямо на счет банки если банк их с этого счета упустят и вы сможете распорядиться по-другому как-то то как бы это проблема банка но деньгами прямо вам на счет всю эту сумму скорее всего не вернут ее отправят на ваш счет в банке ну ну по факту да потому что тут понимаете у вас получите необеспеченный кредит банк там сразу возбудится у вас нет залога и в перспективе он не появится поскольку вы договоры расторгли и в общем для банка это проблема с учетом положения резервирования денежных средств когда у нас есть дефективный кредит они обязаны зарезервировать у себя на счетах такую же сумму на какой этот кредит и у них получится двойная сумма которая просто зависла с другой стороны банк по своим каналам может начать плеш проедать застройщика как бы если они захотят этим заниматься потому что я боюсь что в этом не один такой счастливый дольщик который запрендовался в этом банке банк какой-нибудь популярный сбер открытие частенько кредитовало людей наверное в этом комплексе есть в том числе в том числе когда рассрочка как-то дискомфортно получается что мы должны как кредит мы должны вносить деньги что в этой претензии в связи с этой рассрочкой нужно указать что в общем-то скоро опять платить а нельзя а как это формулировать только ну вопрос а что вы хотите вы хотите не платить ну вот так может быть действительно как-то приостановить платежи что-то в программе но вы столкнулись с тем что перед вами условия договора заключенного не исполняется соответственно вы можете сказать что вы не исполняете договоры а я приостанавливаю платежи до того момента как вы не исправитесь они конечно могут попытаться вам неустойку навесить но в принципе в такую ситуацию вы действуете добросовестно если вы еще правильно заявить о своем намерении строгать договор то в принципе все будет понятно потому что вы как потребитель как дольщик при наличии можете в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора то есть как только они дернулись там мы вам сейчас там что-то мы считаем сразу отказ от исполнения договора и давайте денежку обратно все просто или химично ну если бы у нас кредитный договор может был в одностороннем порядке расторгать я бы был сам богатый человек чего-то еще что мы наших телезрителей гасим так тогда спасибо за внимание надеюсь было полезно спасибо большое да спасибо я на сайт закинул видео и наверное туда же уже закинул на форум ссылку на претензию сайт не знаю будет ли видно видно нет не видно очень ну вот примерно так в общем если искать в яндексе адвокат Антон Лебедев ну наверняка найдете и так можно будет с вами связаться при необходимости ну можно через сайт да будет даже здорово там хотя бы живые люди кроме меня но можно по телефону как бы я на сайте реже но я имею ввиду на сайте найти контакты и связаться уже на сайте вообще все контакты мои можно найти телефоны да кстати у меня крутой номер телефона есть 967 Лебедев Лебедев набирается русскими буквами на цифровой клавиатуре так ну тогда все там пароли явки я сказал я выключаю здесь попросить вас оставить эти претензии это за спасибо да до свидания это не мая это образец